Всем привет друзья! Перед просмотром не забудь нажать на палец вверх, это сделать совсем не сложно и занимает пару секунд. И конечно же написать положительный комментарий, чтобы попасть в следующую историю на канале Стича и нажать на колокольчик рядом с подпиской, если ты еще этого не сделал, чтобы не пропускать новые ролики. Сегодня я решил немного отклониться в сторону и не рассматривать персонажа победившего в голосовании, а это между прочим Соломон Ричардс, а уделить особое внимание женскому персонажу, не очень популярному, но тем не менее интересному. Найти хоть какую-то информацию о ней очень сложно, но я все-таки нашел интересные факты и сейчас хотел бы с ними поделиться. Сегодня речь пойдет о Тоне Уиггинс, наркоманке со стажем. Тоня – один из персонажей в GTA 5, бывшая одноклассница Франклина и подруга Джей Би. Она является подругой детства Франклина. Она любит посплетничать, употребляет наркотики и встречается с Джей Би, с которым Франклин также вырос в одном районе – гетто Лос-Антоса. Непутевый бойфренд Тони сумел устроиться водителем эвакуатора на городскую штрафстоянку, но вместо того, чтобы работать, курит Крэг с корешами. И чтобы Джей Би не потерял работу, кому-то придется поработать за него. По словам «кому-то», конечно же подразумевается Франклин, куда же без него. Несмотря на то, что для прохождения GTA 5 требуется выполнение лишь первых заданий, которые дает Тоня, для получения 100% статистики прохождения необходимо выполнить все, а именно 5 заданий. Тоня и ее парень Джей Би – старые друзья Франклина, со слов которого они знакомы уже 20 лет. У Тони и Джей Би есть зависимость от Крэка, что привело к проблемам в бизнесе по эвакуации автотранспорта. Джей Би забил на работу, и поэтому Тоня вынуждена просить помощи у Франклина. Она клянется ему, что больше не употребляет и лишь иногда балуется, чтобы почувствовать вкус. Франклин ей не верит. В некоторых диалогах Тоня напоминает Франклину, что именно с ней он стал мужчиной. Он полностью это отрицает. В последних миссиях она предложит Франклину интим, на что он ответит категорическим отказом. После прохождения всех миссий с Тоней, в дальнейшем с ней придется столкнуться еще один раз, когда после прохождения сюжетной миссии Нервный Рон, персонажам станет доступно приобретение недвижимости. Она позвонит Франклину, чтобы сообщить, что владелец все же принял решение о продаже штрафстоянки, которая обойдется будущему покупателю в 150 тысяч долларов. Давайте перейдем к интересным фактам от Тони Уиггинс, которых, кстати, накопилось немало, и рассмотрим их поближе. Озвучила Тоню американская джаз-исполнительница, актриса и модель Брайана Калет. Внешность Тони напоминает Риану. С ее слов она не умеет водить автомобиль и считает, что работа на эвакуаторе не для леди. У нее есть сертификат по косметологии, но она ошибочно произносит это слово, как «космология». Франклин смеется над ней, спрашивая, не собирается ли она в космос. Она упоминает в разговоре с Франклином, что у них был секс в юношеские годы за рестораном «Бургершот». Франклин это полностью отрицает. Верит, что до сих пор нравится Франклину, хотя тот отрицает. Это можно понять по диалогам между ними. В конце всех заданий она предложит ему сексуальные услуги, но он откажется. Скорее всего, Тоня проститутка, поскольку если Майкл поговорит с ней, она скажет ему, что она любит большого мальчика и что она может показать ему хорошее место. Майкл отклонит ее предложение. То же самое она предложит Тревору, который также ей откажет. Тоня заявляет, что она продает свое тело, чтобы финансово поддержать ее и Джей Би. Во время последней миссии работы на эвакуаторе, она поделится с Франклином последними слухами из гетто. Будто бы Франклин подрабатывает телом, и его не раз уже видели в компании некого респектабельного белого мужчины. По всей видимости, речь идет о Майкле Ди Санта. Также, если после миссии немного задержаться рядом с Тони, можно услышать, как она звонит по телефону Шарон Ди Миллс, племянник которой видел Франклина с неким белым богачом, а также можно узнать немало интересных подробностей. На этой ноте мы завершаем историю Тони Уиггинс. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик рядом с подпиской. И, конечно же, вставить палец вверх. Также добавляйтесь в друзья вконтакте. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. Смотрите истории по персонажам с Леной Готта. И помните, с вами был Каксидастич. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok